добрый день дорогие друзья сегодня у нас с вами выпуск который посвящен вязанию спицами меня зовут катя вы на канале о красивых вещах вышивка вязание другие смежные рукодельные области но сегодня поговорим о вязании спицами неделю назад я показывала выпуск небольшой посвященным осенним процессом вот я как раз хочу вам предложить посмотреть на то как продвигаются эти процессы осенние и поотвечать на комментарии к прошлому выпуску так как есть интересные комментарии просто хотелось бы их как-то транслировать и обсудить с вами потом я кое-что обещала показать и старенького и небольшие покупки вот это все в сегодняшнем эпизоде осенние осенние процессы 2 назовем его так итак начнем с того что у нас немножко поменялась локация напишите пожалуйста как вам не сильно ли засвечивает вот эта часть у меня вот эта часть не сильно ли засвечена потому что у меня здесь окно а с этой стороны очень длинная комната и естественно свет падает на одну только часть я могу конечно вот так вот немножко сесть может быть будет лучше но я вот по картинке вижу что в принципе неплохо светло и мне просто так удобно я сижу передо мной стол я на нем все разложила и вижу очень многое все у меня под рукой если нормально то и предлагаю вот иногда встречаться в таком формате если конечно не совсем уж страшно для этого мне хочется знать ваше мнение и так с чем закончили в прошлый раз закончили в прошлый раз вот этими шапками одна у нас в постоянной эксплуатации а вторая вот это вот по дизайну от ирина дмитриева и ждет компаньона компаньона в виде шарфика так шарфик я тоже вижу из такой же пряжи это пряжа drops air вот этикеточка если вдруг если вдруг кто-то не знает как выглядит пряжа вот так примерно выглядят остатки матка я к сожалению не могу вам показать его целиком потому что это вот все что у меня осталось я уже практически полностью связала шарфик и начала его вязать по дизайну холмс рэп от мишель волк раз у меня есть этот дизайн и подумал я почему бы мне не воспользоваться и начала вязать вот такая вот у меня стопочка этого шарфика и вот то что уже навязано так сейчас мы приспособимся к новому месту чтобы показывать это не совсем холмс рэп это холмс шарф холмса без серединки вот здесь вот в середине шарфа должен быть еще отрез примерно вот такой я сейчас вам его чуть попозже покажу который очень красиво вписывается вот в то что вы сейчас видите но у меня очень ограниченное количество пряжи всего два моточка магазине больше я этой пряжи не нашла нужного мне цвета вот такого вот бежевенького поэтому я вот решила малой кровью ну что из двух мотков свяжется то свяжется вот здесь вот у меня маркер это маркер середины работы ну то есть вот смотрите мне совсем чуть-чуть осталось ну вот вы видите я постараюсь сейчас безболезненно для микрофона прикинуть вот этого в принципе почти достаточно почти достаточно и взрослому человеку чтобы хорошо укрыть горло ребенку этого достаточно мне бы хотелось конечно чтобы хватило шарфа обмотать вокруг шеи и потом спокойно расправить на груди но двух мотков для этого маловато надо хотя бы три ну так тоже хорошо пристроим какую-нибудь брошку приспособлен и будет все хорошо обратная сторона ну понятно что это дизайн не двухсторонний вот как выглядят равные с изнанки так они выглядят тоже в принципе неплохо и вот вот так вот нормально вот я довезу сейчас до конца начинается этот шарф очень интересно с такой резиночки которая потом очень аккуратненько переходит вороны и точно так же он закончится то есть края вот такие и очень не нравятся края боковые я сначала на картинке которую представлена дизайнером подумала что это айкорд но это не и корт это такой интересный край очень простой мне очень нравится я думаю что стирка пойдет на пользу этому шарфику он разровняется станет более таким понятны вот этот вот рисунок из узоров ну вот смотрите здесь как здорово замечательно смотрится ну в общем вот комплект вообще прекрасный вот такие дела и вязать легко вяжу я на спицах три с половиной вот эти вот спицы a delay с золотистые с удлиненным кончиком я большой поклонник этих спиц я знаю что не все их любят потому что темнеют они в руках у кого-то наоборот когда они лежат тем не это в руках они начинают сиять но мне очень нравится они какие-то такие знаете легкие как бабочка порхают деревянные не создают такого ощущения легкости хотя деревянные я спицы обожаю просто и мне это очень нравится ну вот здесь здесь в сочетании с дропсом очень хорошо они идут опять же ну каждому своем не вот в данном случае очень нравится я бы хотела сразу ответить на несколько комментариев которые относятся вот к этим работам и к этой пряже которые были под прошлым видео те комментарии конечно которые содержат себе какие-то вопросы и так скажи катя air в екатеринбурге покупала если да то подскажи где пожалуйста до air покупала в оффлайновом магазине в екатеринбурге у нас есть торговый центр бум на вайнера номер дома я не помню по моему 13 но это перекресток вайнера малышева как раз где подземный переход на улице вайнера на третьем этаже есть два магазина вот один из магазинов называется екалавка в нем есть drops в большом количестве и достаточно широкая линейка можно сходить посмотреть он там не дешевый drops air стоит 380 рублей мне кажется это дороговато но опять же мне приспичило я взяла и немножко и я готова была переплатить ну потому что мне очень хотелось его попробовать если время терпит можно конечно и нужно заказать в интернет-магазине потому что дешевле екалавка она дает скидку по моему пять процентов ну вот нажать и и посчитайте сколько стоит через одну дверь от этой екалавки есть другой магазин он называется еканитки там продается очень похожая пряжа но по крайней мере продавалась с примерно таким же составом стоит она 200 рублей за 100 грамм этот моток стоит 380 за по-моему 50 грамм а здесь альпаки 200 за 100 или 220 ну короче его покупал по моему за 220 рублей за 100 граммов может быть чуть дороже но в любом случае это очень похожая пряжа тоже альпака тоже нейлоновая основа вдруг все конечно шнурочек нейлоновый здесь основа из этой пряжи я вязала свитер который вы меня просите показать после эксплуатации я вам сейчас их вы хочу показать но сначала расскажу об этой пряжи это бобинная пряжа и и наматывают сколько вам надо я думаю что если порыться в екалавке и там можно бобинную альпаку найти если честно дропс конечно безусловно прекрасен но можно найти похожую пряжу и дешевле вот в частности бобинную альпаку она выглядит совершенно не хуже стоит за раза дешевле либо покупать вот в интернет магазинах опять же если у вас есть сила воли подождать у меня не было у меня вот это осталось прошлых проектов с прошлых покупок у нее чуть похуже состав у эра 80 процентов по моему альпаки 70 процентов альпаки а вот в этой пряжи 50 по моему 60 где-то вот в этих пределах но не настолько кардинально здесь тоже есть шерсть и полиамида чуть больше но она хорошая я вязала из этой пряжи ребенку своему свитер вот он вот эти шишки шишки съездили в пионерский лагерь в июне месяце у нас была отвратительная погода шли дожди в корпусах было холодно и она в нем и спала и играла и ела и вот давайте я максимально приближу к камере и вы сами посмотрите ничего вам не буду рассказывать естественно немножко есть катышков но это по моему вообще не смертельно особенно если учесть что носит подросток и хвост и и в гриву и впервые в мир подмышки боковой сгиб вниз основное полотно шишки прям торчком спинка так наверное лучше рукава конечно пострадали больше всех но они тоже вот задняя часть я в принципе ленюсь можно почистить и нормально будет вот так вот выглядит эта пряжа чуть-чуть она тяжелее чем дропс ее надо вязать просто мне кажется на более толстых спицах чтобы придать ей воздушности когда альпака раскрывается она тоже очень теплая мягкая хорошая нежная и вообще классная к сожалению дети растут быстро и но он нам очень сильно маловат он не подсел нет ребенок вымахал за лето на почти 4 сантиметра и прибавил хорошо в килограммах но вот еще зиму проносим а к весне надо будет уже вязать нового шишкина вот такие дела не принципиально именно air покупать можно найти какой-то эквивалент более дешевый но не менее качественный бобинный вопрос от ольги молчановой каким номером я вязала шапочки я рассказывала в видео шапки я вязала резинку спицами два с половиной основной узор спицами три с половиной так таким номером вязала шапки ирина дума его спрашивает какие на какой объем головы я связала шапки в прошлом видео я озвучила что я связала две шапки из двух мотков одна чуть побольше вот это вот с косичками и вторая была совсем маленькая ну она она меньше она чуть чуть меньше и без кос там шишечки были девочки не показываю потому что она уже носится очень активно и не совсем у нее вот такой вот идеальный вид а хочется конечно только красивенько показывать в общем отвечая вот эта шапка связанная на объем 57 сантиметров с половиной 58 то мой объем маленькая шапка связана объем 54 взрослые размер и подростковый вот как-то так такой вот объем то есть без особой свободы облегания очки с очками плохо мерить извините уж пожалуйста и но мне кажется хорошо я не люблю большие шапки но так получается что ту шапку меня уже отжали и она как раз ребенку с такой нормальной с таким нормальным облеганием она прям ее натягивает на уши хорошо тепло уютно я отдам я себе свяжу еще мне вообще это совершенно никакая не проблема вот с альпаковыми с альпаковыми мы закончили процессами и теперь переходим к покупкам дело в том что шарф холмса я покупала в описании вот этого шарфа я покупала для того чтобы создать своему мужу на тот момент пряжи у меня еще не было опять же у себя в оффлайновом магазине я купила вот такой твит бобиночку этот вид младший брат моей бобини щи из которой я вижу пальто но он потолще здесь хорошая толстая ниточка уже и он практически однородные то есть видовые вкрапления они либо такого же цвета либо вот ну буквально на чуть-чуть совсем какой-то оттенок появляется иногда чуть-чуть бежеватый чуть-чуть это голубоватый ну совершенно не не видны практически однородный цвет муж у меня еще больший консерватор чем я и в общем согласился только на серый и я уже тоже начала вязать этот шарф и здесь как раз по полной программе то есть как дизайнер нарисовала вот сейчас хорошо очень видно так я и вижу здесь видно вот это вот центральная панель вот она вот 15 центральная панель который убрала в детском шарфе ну и полотно получается намного уже больше то есть если приложить здесь очень хорошо можно обмотаться я купила 300 граммов в одном грамме по моему 180 метров мне кажется мне хватит если что я докуплю выглядит очень здорово как это все будет после стирки пока для меня загадкой я не стала делать образец потому что все-таки этот шарф я посмотрела как выглядит образец постиранный в магазине меня все удовлетворило я знаю что пряжа будет выглядеть хорошо но не будет подрастянется она немножко ли усядет все равно то это же это же вещь аксессуар как раз хорошо отработать чтобы потом знать как она себя ведет это конечно же бобинная пряжа так вот так это называется 80 процентов 620 полиэстер и цвет перла жемчужный какой-то вверху видимо написано название ну я затрудняюсь вам его произнести я уже не помню где-то у меня сфотографированы если найду я напишу в инфобоксе естественно я лишь не могла уйти из магазина пряжи просто так и купила вторую бобинку такого же твида друзья я понимаю что сейчас вот эта вся тема с твидом она уже какой-то степени набила оскомину но это такая прекрасная пряжа что я даже не буду извиняться за то что твида очень много у меня на канале и я в этом плане не отличаюсь от других она какая-то такая благородная в хорошем смысле слова ты вяжешь и как будто ты приобщаешься через нее к чему-то в но вот совсем прекрасную я не могу сейчас отказаться от вида и я если честно с трудом заставляю себя вязать вот из чего-то другого даже из drops эйра мне все время хочется взяться за твит я вот сейчас вижу параллельно два процесса остальное все лежит я прямо себя уговаривают свяжи пол аэропорта из альпаки и потом повяжешь из твида давай пойдем помоем посуду и потом повяжем из твида это настолько прекрасно я не могу вообще остановиться я думаю что когда-нибудь конечно рано или поздно мне надоест но пока все очень очень здорово все хранится вот в такой проект на сумке это не новая вещь я тут наводила порядок в своих шкафах и нашла эту вещь отругала себя в очередной раз за то что я перестала шить потому что это вот я шила сама причем на заре совершенно своей повторного своего начала рукодельной жизни после того как я родила ребенка внутри смотрите какая прелесть в общем в этой сумке у меня вот живут эти бобинки и все с моей шарфовые проекты и давайте сначала расскажу про вторую бобинку потом вернемся к сумке и так вторая бобинка вот такая это осень намотанная на катушку на бобинку посмотрите какие цвета я-то на самом деле хотела что-то такое как раз на шарф супругу предложить тем более что у него обувь есть похожего цвета такого вот коричневого горчичного и это смотрелось бы прекрасно ну вот он мне сказал давай серый но это тоже 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 здорово смотрится и я сейчас думаю что 300 грамм в принципе достаточно большой метраж и может быть я себе не шарфик а какую-то кофточку забацаю вот после шарфов и не могу насмотреться на этот цвет это прямо какой-то какой-то какая-то иллюзия меня тянет манит дурманит как в песне в общем здорово смотрится да но вы меня понимаете в общем вот такие покупки до 180 рублей эта цена за 100 грамм отличная по моему цена для такого качества для такой расцветки и в общем вот мне конечно не идут такие цвета мне нужны холодные я знаю мне как-то это не мне мне кажется от одной вещи мне хуже не станет сумка осталась я ее когда-то давно сшила для хранения детских игрушек она с таким дном дно простеганное узором мозги и такая шестежка у меня вот здесь вот но она здесь чисто декоративная здесь немножко ее почти не видно и вот здесь просто захотелось попробовать как это вообще в работе внутри она очень красивая швы которые дна отделала такой контрастной бечкой очень хороший просто готовой она не сильно дорогая но вот сама донышко но у меня вот так вот простегана в эту сумку мы впихивали все сервизы которые у нас были чашечки кофейнички и все что угодно и вот сейчас я тут наводила порядок в шкафу нашла сервиз то конечно мы его частично выкинули частично отдали а сумку я думаю надо пристроить какая хорошая проектная сумочка здесь у меня еще вот эти защипы но она сшита просто мешком защипы я взяла пуговками одинаковыми на разных цветов захватила и вот такая как будто бы корзиночка да получилось короткие широкие лямки это очень удобно и в общем у меня сюда входят все вот эти бобинки две новых вторая альпаковый процесс так давайте вот так вот мы сделаем вот они бобинки не видно так косметичка со всеми аксессуарами вязальными тут у меня много всего и спицы и какие-то полезные штуки и альпаковый процесс и вот она полностью до верха заполнена всеми вот этими моими шарфовыми делами в общем вот так устроена так устроена на этой неделе было мое вязание вязала почти каждый вечер шарфик думаю закончу сегодня который из альпаки из дропса с видовым конечно придется еще повозиться ну ладно давайте подводить на сегодня черту напишите пожалуйста больше всего мне волнует как со светом не страшно ли смотреть не не вызывает ли дискомфорт потому что мне вот очень удобно здесь снимать стул не надо каждый раз прибирать намного проще вот на сегодня это все спасибо вам за внимание если будет у меня возможность снимать в следующий раз вернее через неделю я буду стараться делать такие обновления почаще если не будет то ну значит мы с вами встретимся в какой-то другой день пишите что вяжете что новенького интересненького спасибо вам всем за внимание и до скорых встреч пока